Эфир канал ОТС продолжает программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. В Дзержинском районном суде в ближайшее время начнут рассматривать уголовное дело, фабулу которого вполне можно перепутать со сценарием триллера о маньяке. Неприметного вида мужчина выходил на охоту по ночам и нападал на одиноких женщин. Дзержинский отдел полиции Дзержинский отдел полиции был организован комплекс неотложных мероприятий по установлению лица, причастного к совершению данного преступления. Были установлены все возможные граждане, находившиеся в момент совершения преступления в парке, обнаружены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, проверены возможные пути следования подозреваемого, а также организовано усиленное патрулирование парковой зоны. Все эти меры дали результат. В конце августа оперативники поймали мужчину. На первый взгляд скромный и безобидный подозреваемый оказался рецидивистом с весьма богатой уголовной биографией. В списке его криминальных подвигов были многочисленные имущественные преступления и даже давно забытая статья «Мужеложство». Но за 30 лет приоритеты фигуранта, похоже, изменились. Теперь его жертвами становились исключительно беззащитные женщины. Преступления были совершены в ночное время. Обвиняемый сначала применял в отношении потерпевшего насилия, души. После того, как потерпевший терял сознание, он совершал в отношении ее насильственные действия сексуального характера. Отмалчиваться задержанный не стал. Его взяли практически с поличным в тот момент, когда он выслеживал очередную жертву. Очень скоро ночной охотник из березовой рощи заговорил. Оказалось, в темном парке он не только искал любовь, но и не брезговал материальными ценностями. Идет девушка навстречу. Наушники торчат с ушей. Сзади, то есть, как бы догнала рукой, перехватила ей шею. Жертва нападения активно сопротивлялась и в итоге сбежала. Дорогие наушники за 20 тысяч остались при ней. Но положение обвиняемого эта неудача не улучшила. Следователи пришли к выводу. Охотника из березовой рощи нужно судить не только за насильственные действия сексуального характера, но также за разбойное нападение и попытку изнасилования. Фигурант полностью вменяемый и может отвечать за свои поступки. Так что в ближайшее время он предстанет перед Фемидой. В колонии душитель может провести лет 15. Анна Скок, Константин Менин. Экстренный вызов. В Искитимском районе будут судить мужчину, который сжег собственную супругу. Семейная драма разыгралась в августе прошлого года в селе Евсино. И хотя вина фигурантов на первый взгляд косвенная, да и сам он некоторое время провел в реанимации, уголовного преследования избежать не удалось. В ходе семейного застолья и внезапно возникшей ссоры, женщина закрылась на летней веранде, взяла пластиковую бутылку с бензином и облила себя. Мужчине удалось успокоить супругу. Через какое-то время она попросила прикурить сигарету. Он машинально поднес зажигалку и произошло возгорание. Женщина получила 90% ожогов тела. Шансов выжить у нее не было. Мужчина пытался сбить пламя и сам заработал сильнейшие ожоги. А выйдя с больничного, он сразу попал под серьезную статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи СК уверены, фигурант знал, что супруга облилась бензином и намеренно чиркнул зажигалкой. А накануне вечером в самом Новосибирске лишь чудом обошлось без жертв. В высотке на улице Виктора Уса вспыхнул балкон. Так вот. У нас бывает опорин, и бочки попадают на балкон. Вот так вот. Что творится у нас? Первые расчеты прибыли по вызову уже через три минуты. Огонь ликвидировали быстро. Дальше в квартиру он не пошел. Обошлось без пострадавших жильцов. В момент ЧП не было дома. Почувствовав опасность, они быстро выбежали на улицу. Причиной возгорания действительно мог стать непотушенный окурок, небрежно брошенный с соседнего балкона. Однако официального заключения специалистов еще нет. К другим темам. Из адвокатов, потерпевшие новосибирские юристы, с банковской ячейки которого пропала внушительная сумма, возмущен, что за полгода следствие по резонансному делу так и не сдвинулось с мертвой точки. Он сам нашел других пострадавших. Вместе товарищи по несчастью написали коллективное обращение в Генпрокуратуру. Юристу по гражданским делам Юрию Гольдбергу по воле случая пришлось углубить свои знания еще и в уголовном праве. Преданный клиент Альфа-банка хранил в депозитарии свои накопления. Но придя в очередной раз в ВИП-отделение на улице Советской, мужчина обнаружил, что его ячейка пуста. Первые три минуты даже потерялся. То есть, вы знаете, как бывает. То есть, я как будто сон, как будто не со мной. То есть, я даже посмотрел в эту пустую ячейку и думаю, ну сейчас вот проснусь, еще другой зачем-то там поводил в пустые ячейки, потому что, ну, совершенно жуткие эмоции. Всего в деле четверо потерпевших. Практикующий юрист, успешный бизнесмен, обычная пенсионерка и бывший полицейский. Новость о том, что у некогда высокопоставленного офицера областного главка МВД из ячейки пропало порядка 130 миллионов рублей, прогремело минувшей осенью. Тогда Вячеслав Певнев успокоил своего товарища по несчастью адвоката Гольдберга. Мол, дело плевое и на его раскрытие уйдет пару недель. Прошло полгода. На медленную работу следствия и отсутствие коммуникаций с финансовой структурой пострадавшие клиенты пожаловались в надзорные органы. Руководство филиала Альфа-банка даже намека не сделало на то, чтобы как-то с людьми встретиться, успокоить их, предложить какие-то компенсации. Деньги отдайте. Вы профукали чужое. Вам доверились. Верните, если вы такой солидный и хороший банк. Разочаровавшись в сотрудниках ГСУ, потерпевшие начали вести самостоятельное расследование. Они выяснили, что, вопреки правилам, в отделении не было специального сотрудника, сопровождавшего клиентов в хранилище. Замки в ячейках после предыдущих арендаторов не меняли. А некоторые люди находились в депозитарии час, а то и полтора. При рекомендованном времени посещения в 15 минут. Кроме того, потерявшие свои накопления новосибирцы узнали, почему у правоохранителей возникли проблемы с доказательной базой. Альфа-банк утаил, что у него два дня не работали камеры. Бизнесмен со стажем Игорь Макаров в ячейке Альфа-банка хранил не только наличные в различной валюте. В рублевом эквиваленте это несколько десятков миллионов рублей, но и полтора килограмма украшений. Драгоценности злоумышленники не взяли, чтобы не упрощать задачу оперативника. Клиент убежден, к хищению причастны сами сотрудники. Финансового учреждения. Здесь однозначно, как говорится, уши Альфа-банка торчат. В какой только стадии степени я пока еще не знаю. Здесь разные могут быть стадии степени. Либо они там сами присутствовали, либо с их помощью это сделалось, либо с их халатностью это было все сделано. Но тут уже оценку даст этому следствие. На запрос в Альфа-банк нашу редакцию предсказуемо переадресовали в следственные органы. Но и в областной полиции вопросы журналистов пока оставили без ответов. Мы прекрасно понимаем, что подобное дело не раскрыть невозможно. Его можно не раскрыть только в одном случае, если ты очень не хочешь его раскрыть. Мария Никитина, Тарас Тарасов, Алексей Зубила. Экстренный вызов. Миллионы на липовых закупках. Кировский районный суд вынес приговор бывшему заведующему отделением профессиональной подготовки Новосибирского колледжа автосервиса Евгению Сырмолотову. Как установили правоохранители, педагог разработал теневую схему, которой воспользовался больше десяти раз. Заключал фиктивный договор с подставными юридическими лицами на осуществление поставок в колледж данных автомасел, запчастей и осуществление ремонта оборудования. По липовым договорам деньги обналичивались. К слову, в то время колледжем руководил отец фигуранта. Всего комбинатору удалось присвоить больше двух миллионов рублей. Правда, в ходе процесса, не отрицая своей вины, подсудимый не согласился с размером ущерба. Тем не менее, 800 тысяч в бюджет он все-таки вернул. В итоге суд признал Сырмолотова виновным в мошенничестве и назначил ему 3,5 года условно. Кроме того, мужчина должен выплатить оставшуюся часть похищенных средств. Два автомобиля осужденного УАЗ и Субару, на которые Фемида наложила взыскание, пока остаются под арестом. И последнее. В Новосибирске продолжают искать нечестного покупателя, который обманул продавца в подземке. После того, как злоумышленник сбежал, торговец, запомнивший его приметы, обратился в полицию. Теперь фоторобот подозреваемого есть у всех патрулей. Я напомню, разыскивается мужчина, который 7 мая вечером, находясь в вестибюле метро «Золотая Нива», забрал сотовый телефон у торговца и сбежал. Ущерб составил 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. Увидимся на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok